Всем привет! Мы подъехали к магазину Трейдер Джоуз и сегодня я уже вижу все сотрудники, все работники этого магазина работают в масках. И я считаю это правильно, так как они в первую очередь контактируют со всеми людьми, поэтому им надо. Люди у нас продолжают ходить без масок многие, большинство, я бы сказала, процентов 95 ходят без масок пока еще. Сегодня, на сегодняшний день у нас апрель, начало, я забыла какое число, или 5 или 6 число сегодня, но мы были вот совсем недавно в этом магазине и все еще ходили без масок. Максим опять у меня в самодельной сегодня маске, вот видите работница тоже тачки везет в маске, девочка. Я Максу дала список, и он сейчас пошел, вот все-таки женщина в маске пошла, и он пошел сейчас набирать там продукты. Также Максим одел перчатки, очки, и сейчас только так мы и ходим. У нас все магазины, конечно же, закрыты пока еще, как минимум до конца апреля точно все закрыто. С работой, с работой у мужа пока еще есть, но очень-очень медленно ищут ему машины, девочка там ищет, и диспетчер. Короче, и очень сложно найти машины, Сергей вместо того, чтобы ехать домой, два дня еще стоял, ждал, и то ему еще не нашли до конца. Может быть там еще пару штук не хватает, или одной машины там долго. В этот раз будет просто очень длинный и долгий рейс. Два дня просто выходных сидел в траке, там спал, отдыхал, смотрел видосики. Ну, отдыхать тоже хорошо. Единственный минус, что далеко от нас и не с нами. Вот это жирный такой минус. Тракисты, дальнобойщики и так часто не в семье, а тут еще надо еще дополнительно сидеть. Ну, я не то, что там жалуюсь, слава богу, хоть работа есть. Но в тот же, как это сказать, в то же время, в то же момент, в то же время, если у него не будет работы, здесь в Америке я уже узнаю разные нюансы, что дальше делать. И сказали, что... Девчата туда-сюда бегают, не хочу их снимать, прям впритык. Короче, сказали, если не будет работы, то селф-эмплойменты, которые на себя работают, так как мой муж, то они могут подавать, заполнять специальную форму и там в месяц получать, по-моему, в штате Вашингтоне там 700 с чем-то долларов за неделю, пока нет работы. И еще... Еще должны что-то дать на семью по тысяче. Не на семью, а на каждого человека, но я уже об этом говорила. На взрослого 1200, по-моему, на ребенка 500 долларов. Вот с Покиновской полицейской машиной едет. Медицинским сотрудникам платят очень хорошо сейчас за то, что они работают. Ну, где-то... Насчет медсестер, я слышала, 100 долларов, по-моему, в час платят. Сейчас скоро Максимочка выйдет. Ой, как полицейские одеты в такую черную форму. Еще сейчас вспомнила одну новость. Смотрела, значит, показывали на Норфе, ну, на севере, Норф, Валмарт. Это, значит, у нас, в нашем районе, короче, в Валмарте уже заболели сотрудники Валмарта. Валмарта, американцы говорят. И два, сказали, два сотрудника заболели. Это же понятно, что они уже работали, разносили, значит, эти продукты по полочкам. Или же стояли на кассе, и они могли уже и других заразить людей. Поэтому очень хорошо, что сейчас заставляют продавцов носить маски. Кассиров, продавцов. Да, вот еще надпись. Я заметила, написано, что открыто для людей 60 и плюс. Магазин работает с 8 до 9 утра, я так понимаю. То есть, обычные люди не могут прийти, только люди постарше. Да, обидно, конечно, апрель. Только начинается тепло, а мы все вынуждены по всему миру, люди вынуждены сидеть в своих апартментах, квартирах, домах. Кто в чем. Очень жаль, конечно, главное, чтобы меньше людей заражалось и меньше погибло людей. Вот, смотрите, работник вышел, и все тачки он обрызгивает санитайзером и вытирает, протирает салфеточкой. Только что девочка вытирала, сейчас он еще вышел. Другие привез тачки, другую партию, и все вытирают, протирают после каждого человека. Настроение, я бы сказала, у всех не очень плохое все. Такие немножко, знаете, грустноватые, немножко напуганные у людей лица. Ну, так, как я наблюдаю. Вот, ходят все-таки люди в масках, и молодые люди стараются защитить себя. Такие вот, ребята, дела в Америке у нас. В Спакене, Вашингтон, штат. Вот, у нас есть бэкьярд, то мы с детками выходим на наш бэкьярд, там, ну, сзади двор, он огорожен. Стоит батут у нас такой большой, хороший, профессиональный батут. Дети прыгают на нем, там выходят и старшие, и младшие, так что мы на свежем воздухе проводим время, конечно. А тех, кто живет в апартментах, то им не сильно весело. Я сейчас смотрю, вот снимаю, да, и почти все люди в масках, я сказала, 80%, или 95%, я сказала, людей не ходят. Все-таки уже больше, больше люди осознают всю эту, как бы, проблему, и многие носят маски все-таки. Кстати, у нас еще с погодой такие интересные моменты происходят. То снег идет, через два дня жара, опять потом, на следующий день морозы, снег сильный, опять лежит снег на крышах, на траве, везде холодно, как зимой, леденящий ветер. Сегодня опять жарко. Я сейчас, например, включила кондиционер, сижу в машине с кондиционером, это от салфеток. Протирают часто салфетками, и дворца остается. Вон Максимочка идет. Видите, как он у меня в самодельной маске белой, в бачках. Максик, давай покажем, что мы там, что ты набрал. Ну, там много чего. Дома покажем? Да, да, да. Хорошо. В общем, вот такой у нас списочек был, я Максиму сфоткала на телефон отослала. Сейчас посмотрим, справился Максим. Вот, купил два галлона органик молока. Купил водички. Потом кленовый сироп. Это на блинчики. Минеральная вода. Максим взял два вида кленового сиропа. Это wild, прямо дикий клен. Лимоны. Это на салат. Салатные листья. Вот такую колбаску Максим очень сильно любит. Ну, и мы тоже. На бутербродики с салами. Вот такая вот. Огурцы. Оранжи. Апельсины. Опять огурцы, помидоры. Еще морковка. Огурчики. Так, где-то видела ресит. Ну, потом посмотрим. На 108 долларов это все. Кофе. Арабика. Это цельные зерна. Надо будет перемалывать. Потом еще один вид. Кофе. Уже все дома делаем. Кофе не покупаем. Никуда не выезжаем. Да. Пицца. Вот такую мы любим пиццу. Держи, Лизочка. Ложи на стол. Пиццу. 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 Держи. Вот такую тоже мы любим. Взяли пиццу. Мама, она на каком ходе? Не знаю. Вот смотрите. Дальше. А чего там хокк? Вы опять пиццу. Может, Италия? Да. Может, Италия? Где-то был чек. Сейчас посмотрим. Вот наш кисит. Там потом помоешь руки по свету. Конечно. 108 долларов 33 цента. Плюс такса 55 центов. Вот такие у нас на сегодня покупочки. Друзья. Я желаю вам здоровья. Берегите себя и близких. Ну, что говорить. Просто здоровья вам. То, что надо защищаться. Вы и сами все знаете. Но у нас вот так в Америке. Можно, короче, выходить гулять. Можно своей семьей. Куда хочешь. Можно пойти. Просто рекомендуют меньше выходить. Пока такой строгости в Спокине нет. Потому что нельзя выходить на улицу. Штрафуют за это. Я видела в Николаве. Уже штрафуют за это. 17 тысяч гривен штраф. Представляете? Это нереально для Украины. Такие цены. Завал. Завал.